Примером соблюдения казачьих и православных традиций должны стать атаманы Кубанского войска. О выцерковавлении казаков сегодня говорили в Краснодаре. Там собрались епископы Кубанской епархии, благочинные районов, атаманы отделов и заместители глав муниципалитетов. Николай Далуда отметил, что православная вера всегда была основой жизни. Прибыв на Кубанскую землю, запорожцы первым делом построили храм. Поэтому атаманам всех уровней и их семьям нужно по праздникам и выходным чаще посещать богослужения. На встречу также подвели итоги совместной деятельности войска и епархии за последние шесть лет. В войско вступило больше казаков, появились новые кадетские корпуса, церковно-приходские школы. Церковь, государство, народ должны быть едины. Это всегда хорошо понимали казаки. Проводятся православные районы, фестивали, крестные ходы с участием казачества на великие и престольные праздники. Также организованы экскурсии и беседы в храмах с учениками казачьих классов. Эту работу, по словам Николая Далуды, нужно продолжать. Кроме того, необходимо защищать жителей Кубани от влияния экстремистских сект. Их активность в нашем регионе в последнее время усилилась. Наша с вами задача противодействует этой негативной тенденции. В первую очередь, необходимо ввести активную пропаганду нашей самобытной культуры, обычаев, традиций и нашей веры. В этом отношении нам нужно бороться за каждого. Также обсудили и новые направления работы. К примеру, предложили организовывать паломнические поездки для воспитанников казачьих кадетских корпусов. Продолжение следует...